Из получения святаго Иоанна Златоустого на книгу Деяний Апостольских Как скажет Павел, говорит, радуйтесь всегда Он не просто сказал радуйтесь, но прибавил, а Господи Филиппийцам 4.4 Это самая высокая радость Ее радовались и апостолы Это радость приносящая пользу Она имеет свое начало в горе и основании в узах, в бичеваниях, в гонениях, в худой молве И вообще в предметах скорбных Но конец ее вожделенный Радость же мирская, напротив, начинается удовольствием и оканчивается скорбью Я не возбраняю радоваться Господе, но даже особенно убеждаю к тому Апостолы были бичуемы и радовались Были связываемы и благодарили Были побиваемы камнями и проповедовали Такой радости желаю и я Она берет свое начало ни от чего-нибудь чувственного, от предметов духовных Невозможно, чтобы радующийся по-мирскому радовался вместе и о Боге Всякий радующийся по-мирскому радуется богатству, роскоши, славе, могуществу, почестям А радующиеся о Боге радуются бесчестью ради ее, бедности, нестяжательности, пощению, смиренно-мудрию Видишь ли, как противоположные предметы Кто здесь не имеет радости, тот чушь и скорби духовной А кто здесь не имеет скорби, тот чушь и радости о Боге Несомненно, эти предметы доставляют истинную радость, а те носят только одно имя радости В сущности же составляют скорбь Сколько скорби имеет человек высокомерный Как он терзает сам себя от гордости, выдумывая себе тысячи оскорблений Питая себе великую ненависть, сильную вражду, большую зависть и крайнее недоброжелательство Если его оскорбил кто-нибудь из высших его, он досадует Если он еще не возвысился, над всеми терзается Напротив, человек смиренный наслаждается великим удовольствием Не ожидая почести ни от кого Если ему оказывают честь, он радуется Если не оказывают, он не скорбит Он даже любит то, что ему не воздали почести Таким образом, не искать почести и получать их – это великое удовольствие А у того наоборот Он ищет почести и не получает их И радуется почестям неодинаково, ищущие их и не ищущие Первый, сколько бы не получал, думая, что ничего не получил А последний, хотя и немного, окажешь ему, принимает так, как если бы все получил Так же человек, живущий в роскоши, имеет множество богатства И приобретения текут к нему легко, как бы из источника Но он страшится бедствий, происходящих от роскоши и неизвестности будущего А тот, кто приучил себя к скромному образу жизни, всегда спокойно наслаждается удовольствием Не столько огорчает его то, что он не имеет роскошного стола, сколько услаждает то, что он не страшится о неизвестности будущего Всякому известно, сколько бедствий происходит от роскоши, но необходимо сказать об этом и теперь От ней сугубая брань, то есть и тело, и души, сугубая буря, сугубые болезни И при том болезни неисцельные, сопровождающиеся великими несчастьями Но не таковы плоды умеренности От ней сугубое здоровье, сугубые блага Сон здоровый говорит премудрый, при умеренности желудка Серахова 31.22 Умеренность всюду вожделенна, а не умеренность противна Напротив, например, положи на малую искру большую связку дров И ты увидишь уже не светлый огонь, а только дым весьма неприятный Возложи на человека очень сильного и большого тяжесть, превышающего силы его И увидишь его вместе с ношью поверженным и лежащим на земле Навали слишком много грузу на корабле и причинишь страшное кораблекрушение Таковы плоды и роскоши Как на кораблях, слишком нагруженных, происходит большое смятение пассажиров Когда и кормчий, сидящий на корме, и прочие плывущие на нем Начнут бросать море все и сверху, и снизу, так и здесь Извергают и вверх, и вниз, и среди терзаний погибают А что всего постыднее самые уста исполняют дело задних частей И даже делаются срамнее их Если же в таком срамном состоянии уста, то представь каково на душе Там все мрак, все буря, все тьма Большая смутность в мыслях, метущихся беспокойно и тяжко И сама душа вопьет от стеснения Тогда и сами чревоугодники обвиняют друг друга Досадуют и спешат извернуть внутреннюю нечистоту Однако и по извержении буря не прекращается Но являются горячки и другие болезни Так скажешь, подвергаются болезням и сраму Но напрасно описывать это и не исчислять нам болезни Бываю болен я, страдаю я, подвергаюсь сраму я, который не имею что есть А эти живущие в роскоши, как видишь, благодушествуют Цветут здоровьем, веселятся и катаются на конях Увы, такие слова достойны слез А кого, скажи мне, видим мы страдающими подагрой Носимыми на носилках, обвязанными Если бы они не считали для себя обидным И не приняли слов моих за оскорбление То я мог бы назвать их по именам Но есть и такие, скажешь, которые остаются и здоровыми Это потому, что они не предаются одним удовольствиям Но занимаются и трудами Укажи мне хоть одного человека, который бы, постоянно угождая чреву Лежа в бедствии, нисколько не трудясь, был бы здоров Ты не найдешь такого человека Хотя бы собрались тысячи врачей И они не в состоянии избавить от болезней того, кто постоянно присыщается Потому что это противно свойству самого дела Я предложу вам врачебное наставление Не все то, что принимается в чрево, обращается к пищу Потому что и в самом существе пищи не все питательно Есть не часть, поступающая на извержение, а другая на питание Поэтому кто, приняв ее в меру, даст ей совершенно перевариться С тем это и делается И оно достигает своего назначения Все здоровое и полезное занимает свое место А излишнее и бесполезное отделяется и извергается Если же она принята через меру Тогда и то, что в ней есть питательного, становится вредным Чтобы из нее раскрыть вам Это представлю в примере следующее В хлебе есть крупчатка, мука и отруби Если жирнов насыплешь столько, сколько он сможет смолоть То он отделяет все это А если насыплешь больше, то все перемешивается Также вино, если будет, имеет надлежащее приготовление И благовременное брожение То в нем сперва бывает все нераздельно А потом одно обращается в дрожжи, другое в пену А иное делается напитком усладительным для употребляющих его И это последнее бывает полезно и не скоро портится Тогда да, как сначала не было ни вина, ни дрожжей Но все было смешано Тоже можно видеть и на море во время сильной бури Как тогда мы видим, что рыбы плавают по поверхности мертвыми Не будучи в состоянии укрыться от стужи в глубине Так бывает и с нами Когда низвергается на нас сильный дождь Пресвящение все возмущающий Тогда производит то, что наши мысли Да то ли бывшие здравыми и спокойными Плавают как бы мертвыми на поверхности души нашей Итак, научившись этими примерами Как велик вред от Пресвящения Перестанем ублажать тех, которых следовало бы считать несчастными И оплакивать себя за то, что следовало бы называть блаженными И возлюбим умеренность Если вы не знаете из речения врачей, что скудость – мать здоровья Я же скажу Что скудость – мать здоровья не только телесного, но и душевного То же внушает и Павел Этот истинный врач, когда говорит Имея одежду и пропитание Будем довольны тем 1 Тимофею 6.8 Будем же послушны ему, чтобы нам, здоровыми Делать то, что должно делать во Христе Иисусе Господи нашим С которым отцу со святым духом Слава держава честь ныне и пресно и во веки веков Аминь